Солиакия Солиакия – это аутоиммунное заболевание тонкой кишки, генетически детерминированное. Солиакия заключается в непереносимости белка глютена, который содержится в пшенице. Употребление этого белка вызывает повреждение слизистой тонкой кишки, а именно атрофию, которая в следствии ведет к нарушению всасывания. Солиакия – это достаточно редкое заболевание, однако в последнее время отмечается рост первично выявленных случаев. Поэтому каждый врач-гастроэнтеролог, врач-терапевт должен иметь в виду, что такое заболевание существует и может возникать и не только у детей, но и у взрослых. Заболевание это характеризуется диарейным синдромом, такая водянистая диарея возникает у людей, нарушение витаминного обмена, нарушение кальциевого обмена, остеопорозы, хронические анемии, похудание, утомляемость повышенная. Поэтому очень такие обширные симптомы, и врач должен обязательно помнить о том, что в перечень дифференциальной диагностики он должен включить и это заболевание тоже. Первый симптом, который характерен для целиакии, это водянистый стул, обильный в дневное и в ночное время тоже, так называемая полифекалия. Также для пациентов характерно резкое снижение массы тела, они истощенные, нарушение витаминного обмена, как я уже говорила, чем это может проявляться? Повышенная ломкость ногтей, выпадение волос, анемия, то есть снижение гемоглобина в общем анализе крови, снижение сывороточного железа, снижение ферритина. Также снижение кальция, нарушение кальциевого обмена, хрупкость костей, остеопороз, остеопения. К врачу надо обязательно обращаться, в поликлинику по месту жительства можно обратиться к врачу общей практики или терапевту, который может назначить первичное обследование. Что в него будет входить? Это общий анализ крови, биохимический анализ крови и оценить в норме там показатели или нет. То есть если будет снижен гемоглобин, сыворочное железо, будет выявлено, что у пациента есть нарушение витаминного обмена, то врач общей практики обязательно должен направить к врачу-гастроэнтерологу такого пациента, либо самостоятельно назначить гастроскопию с биопсией из-за луковичного отдела 12-перстной кишки. И биопсия должна быть более 3-х фрагментов, лучше 4-6 фрагментов для того, чтобы морфолог мог адекватно оценить степень атрофии ворсинок в 12-перстной кишке. Потому что диагноз целиакия устанавливается только по морфологическому исследованию. Это золотой стандарт. Как я уже говорила, золотым стандартом диагностики является морфологическое исследование 12-перстной кишки, где будет выявлена атрофия ворсинок в 12-перстной кишке. Для этого доктор назначает пациенту гастроскопию с биопсией из-за луковичного отдела 12-перстной кишки. И фрагментов должно быть 4-6 фрагментов, чтобы адекватно оценить степень атрофии. Плюс скрининговым методом, неинвазивным, дополнительным, может являться серологическое исследование. То есть это исследование крови на специальные маркеры целиакии. Это антитела к глиодину, к тканевой трансглютаминазе, антитела к диамидированному пептиду глиодина и антитела к эндомизию. Это антитела класса иммуноглобулина А и иммуноглобулина G, по которым можно заподозрить, если это повышение есть, то можно заподозрить, что у пациента есть заболевание целиакия. Но все же диагноз устанавливается только после уже гастроскопии с биопсией и заключению патоморфолога. Также мы можем в сложных случаях использовать генетический метод диагностики, так как целиакия является генетически детерминированным заболеванием. И вот в помощь калиницисту можно использовать генетический метод, это исследование крови на специальные гены мутации, характерные для целиакии. Чтобы установить диагноз целиакии, обязательно нужно, как я уже говорила, морфологическое подтверждение наличия атрофии ворсинок в 12-перстной кишке. Если человек начнет соблюдать аглютеновую диету, уберет этот фактор, который провоцирует атрофию, уберет глютен, то, естественно, ворсинки начнут восстанавливаться. И диагностика уже будет затруднена. Поэтому если врач у пациента заподозрил, или сам пациент заподозрал у себя заболевание, ему сначала нужно пройти обследование, а потом уже по результатам этого обследования ему назначается аглютеновая диета. Нужно ему ее соблюдать или все же не нужно? Субтитры создавал DimaTorzok